здравствуйте уважаемые дамы и господа с вами дмитрий солодин меня часто спрашивают про те или иные бумаги я последнее время начал делать обзоры на российские акции на американские акции это достаточно интересно для аудитории оказалось и соответственно я решил выкладывать такие небольшие обзоры по конкретным акциям теперь сегодня мы рассмотрим акции мтс то есть стоит ли сейчас покупать акции мтс и так с технической точки зрения мы видим что цена двигается в рамках нисходящего канала и последнее время мы сближаемся к верхнего границ это недель интервал и последний формат обратите внимание на желтый канал это восходящий канал и возможно пока мы находимся в нем у нас есть шансы пробить вот этот уровень сопротивления в районе 320 рублей в этом случае я ожидаю достаточно серьезное ускорение цены потому что покупатели получат дополнительные преимущества над продавцами у них появляется бычий паттерн давайте посмотрим на плюсы и минусы с точки зрения фундаментального анализа я выделил несколько плюсов и естественно несколько минусов один из плюсов является недооцененность компании с точки зрения методики расчета стоимости компании с учетом будущего денежного потока так называемый discounted cash flows так вот с точки зрения discounted cash flows компания мтс имеет приличный дисконт мы видим пределах 100 процентов цена еще может вырасти и целевая справедливая цена является 545 рублей по сравнению с европейскими телекомами мтс имеет отличное соотношение капитализации к доходу так называемый price turning 9,4 я считаю что это очень хороший показатель ожидается рост доходности на акцию в будущем то есть earning per share по прогнозам аналитиков рост этого показателя закончится лишь 2022 году по основным показателем эффективности использование активов мтс превзошел в прошлом году основные европейские телекомы мы видим что так называемый ROI return on equity 44% отличный результат return on exits 11% то есть возврат на активы и возврат на капитал 16% все эти три показателя лучше чем у основных телекомов а текущие дивиденды достаточно высокие это плюс на текущий момент дивидендная ставка находится на уровне 11 74% но этот же фактор можно отнести к минусам потому что уровень дивиденды доходности крайне нестабильный за последние 10 лет плюсом также стоит отнести и следующий факт совет директоров мтс принял программу выкупа акций на сумму 30 миллиардов рублей это может поддерживать спрос на акции самое ближайшее время и давайте к минусам последнее время акции компании оказались под давлением из-за санкции в отношении основного акционера владимира евтушенкова этот фактор можно отнести к высокому уровню риска действительно мы не знаем как эта ситуация закончится и какие проблемы могут возникнуть у компании связи с этим событием компания мтс проигрывает европейским телекомам по такому показателю как отношение капитализации к активам компании так называемый price to book он находится на уровне 4.1 но данный фактор не является основным все-таки оценка активов разных странах в разных методиках она разная и это все-таки условный параметр поэтому я бы не стал сильно застрять внимание это минус безусловно но небольшой компания мтс имеет не самый здоровый баланс а тут действительно важно краткосрочные обязательства превышают краткосрочные активы и чистая стоимость компании имеет тенденцию к уменьшению действительно мы видим 2015 года компания мтс снижает свою чистую стоимость мы видим что обязательства растут а при этом активы не успевают этим ростом причем краткосрочные обязательства они больше чем краткосрочные активы что может вызвать проблемы с кэшем в ближайшее время компания мтс резко наращивать долги это видно на графике и это тоже естественно негативный фактор и так по поводу того стоит ли покупать мтс сейчас лично я проголосовал что нет не стоит я лично не буду покупать эту акцию но я привел достаточно объективные доводы и вам самим решать что сделать этим бумагой покупать ее или нет надеюсь вам понравилось данное видео если вам понравилось ставьте лайк я обязательно буду продвигать этот формат и в будущем буду рассматривать другие бумаги в комментариях можете написать какие акции вы хотели бы рассмотреть в следующий раз и я обязательно прислушаюсь к вам она сегодня все с вами был дмитрий солодин до следующей встречи